Накануне в День Победы уникальная гражданская акция «Бессмертный полк» объединила разные города и разные судьбы. В городе Герои Санкт-Петербурге это шествие состоялось уже в четвертый раз. Об акции об участниках из Якутии в материале нашего корреспондента Айсены Бурнашовой. Они должны идти по бедным строям в любые времена. Именно под таким лозунгом в Санкт-Петербурге состоялась акция «Бессмертный полк». Шествие началось ровно в 15.00 по московскому времени и прошло по всему Невскому проспекту до Дворцовой площади. Неравнодушных к подвигу своих предков, воевавших в Великую Отечественную, в этом году оказалось около миллиона человек. Тем самым это событие стало самым массовым мероприятием последних лет. Огромный поток людей и чувство невероятного единения. В колонии участников «Бессмертного полка» прошли и якутяне. В национальных костюмах они держали в руках портреты своих героев, бойцов и участников войны. Чтобы пронести по Невскому портреты своих победителей, воевавших на Ленинградских фронтах, жительница Якутска Анна Черноградская специально прилетела в культурную столицу. Также однополчанами в этот день стали и другие якутяне. Это портрет старшего брата моей бабушки. Его зовут Соловьев Алексей Пудович. Он участвовал в Великой Отечественной войне и остался живым. После войны он стал работать трактористом. Я впервые участвовала на «Бессмертном полку». Мне очень понравилось. Это моя гордость. Наш ЛУС очень гордится нашими героями. У нас два героя войны. Первый – это Владимир Дионисович Лонгинов. Ему было присвоено в 1943 году за форсирование Днепра героя Советского Союза. И второй у нас Михаил Михайлович Стрекаловский. Ему было присвоено в 1996 году героя России. Нам очень было приятно сегодня участвовать в этом «Бессмертном полку». И у нас была такая гордость, что мы представляем наших героев, наших отцов, дедов. «Бессмертный полк» – это не просто новая девятимайская традиция. Это еще и возможность для воинов-победителей пройти победным маршем. И словно живые наши защитники в этот день вновь были в строю. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК «Саха», Санкт-Петербург.